Четыре добровольца из республики отправятся в Украину на специальную военную операцию. Все они заключили контракт с Министерством обороны. 90-летний юбилей отметил почтенно Аксакал Тахтарба Иврамоков и подарил средней школе Аула Кюрильдевюк сертификат на 200 тысяч рублей. Повысить мастерство и качество обслуживания заявителей в Черкесске прошел конкурс «Лучший многофункциональный центр Карачаева Черкесии». 50 километров по пресеченной местности в селе Пристань состоялся конный пробег, в котором приняли участие все желающие. Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева Черкесия». Сегодня в Республиканском военкомате военнослужащие заключили контракт с Министерством обороны для прохождения службы в вооруженных силах России. Часть из них будет направлена на СВО. Основные требования к кандидату, решившему служить по контракту – физическое здоровье, отсутствие вредных привычек и медицинских противопоказаний. Кандидаты также проходят профессионально-психологический отбор, медицинское свидетельствование, сдают физические нормативы. Контракт с Министерством обороны России могут заключать граждане в возрасте от 18 до 65 лет. Сегодня на военную службу по контракту оформили четверых добровольцев. По словам представителей военного комиссариата, в прошлом году план был выполнен в полном объеме, даже перевыполнен. В этом также наблюдается активность граждан, желающих служить по контракту. При заключении контракта получают единовременную денежную выплату, предусмотренную указом главы государства – 195 тысяч. На сегодняшний день единовременная выплата, предусмотренная указом главы КЧР – это 400 тысяч рублей и полный социальный пакет военнослужащих. Плюс денежное удовольствие от 210 тысяч в месяц до 1 миллиона рублей. Пакет, который предусмотрен для военнослужащих – это медицинское освидетельствование, бесплатное поступление в вузы, ему, членам семьи и множество санитарно-курортное лечение. В России появится 12 флагманских школ с передовыми технологиями обучения. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на выставке в форуме «Россия» в рамках Дней национальных приоритетов. Он отметил, что флагманские школы откроются во всех федеральных округах до 2030 года. Также 150 новых школ будет построено в тех регионах, где есть дефицит мест в общеобразовательных организациях. Традиционно в день рождения имениннику дарят подарки. А герой нашего следующего сюжета – Тухтар Байрамуков. В свой 90-летний юбилей сам сделал подарок школе Аула Кюрюль-Дывук – сертификат на 200 тысяч рублей. Почтенный Аксакал – один из самых узнаваемых и уважаемых старцев Карачаева Черкесии. Он не меценат, не миллионер, а обычный гражданин, который всю жизнь трудился и в силу возможностей, помогающей людям. О юбиляре и торжествах в его честь Мадина Каракетова. В свои 90-е он еще полон сил и жизненных планов. Глаза горят так же, как и в 24 года, когда Тухтар Хаджи Байрамуков создал семью и строил грандиозные планы на жизнь. В честь юбилея почтенного Аксакала в Аульской школе организовали настоящее торжество. Весь цвет из Джигутинского района собрался, чтобы поздравить Тухтара Хаджи. Прибыли представители общественных организаций, фондов, представители духовенства. Множество теплых пожеланий прозвучало в этот день в адрес юбиляра от односельчан и гостей. И каждый в своем выступлении отмечал большой вклад Тухтара Хаджи Байрамукова в развитие родного Аула, в поддержку национальных и духовных ценностей. Человек, который вложил очень много труда в общественные работы, и решением главы администрации и главы поселения нашего района, ему присуждено звание почетного гражданина Аула Гюрильдеву. Решение провести торжественные мероприятия в Аульской школе было принято неспроста. Тухтар Хаджи Байрамуков – сторонник образования и всестороннего развития подрастающих поколений. И сегодня, и тогда помогал молодым школьникам, которые воспитываются, талантливым детям. И оказывает всегда и материальную, и моральную помощь. И, как видите, он и сегодня, когда ему 90 лет, и сегодня продолжает помогать нашему народу, детям, молодежи. Вот и в юбилей Тухтара Хаджи в ответ на такое внимание и уважение, проявленное к его отцу, сын юбиляра Магомед Байрамуков подарил школе от имени отца сертификат на 200 тысяч рублей. Учащиеся и преподаватели организовали праздничную концертную программу, а дома Тухтара Хаджи Байрамукова с угощениями и поздравлениями ждали многочисленные родственники и соседи. Я благодарю всех, кто пришёл сегодня навестить меня, и хочу пожелать нашей великой стране процветания и благополучия, устойчивости всем внутренним и внешним угрозам. Желаю, чтобы справедливость восторжествовала, и матери чисто на вес честью выполняют свои обязательства. Вновь обняли их, живых и здоровых. Пусть Всевышний оберегает каждого из вас. Многим людям помог Тухтар Байрамуков. В его лексиконе отсутствует слово «нет», рассказывают соседи и друзья юбиляра. Одно из важных дел, которые возвели его в глазах аульчан – строительство мечети. Верующие испытывали большие неудобства при необходимости совершать пятничные и праздничные коллективные намазы. Тухтар Байрамуков стал первым, кто поднял этот вопрос, обошёл всевозможные и невозможные инстанции, пока не добился строительства духовного сооружения. Мы очень долго и тщательно выбирали подходящее для строительства мечети место. Каждый житель аула с удовольствием готов был предоставить свой участок земли. В итоге мы выбрали место, где в стародавние времена была мечеть. Но теперь эта земля принадлежала нашему аульчанину Ахья Уртенову. К нашей просьбе он отнёсся с уважением и беспрекословно разрешил возвести на своём участке мечеть. Более того, большинство местных жителей по мере строительства оказывали посильную материальную помощь. Были такие, что стали отдавать свою пенсию. Вот так усилиями селян мы и построили нашу мечеть. А сам при нём остался служить Муэдзином. Трижды совершил хадж в святыне мусульман Мекку. За свои богоугодные деяния Тухтар Хаджи Байрамуков не раз был награждён благодарственными адресами и медалями. Сегодня юбиляр выполняет не менее важные обязанности дедушки и прадедушки. У Тухтара Хаджи 38 внуков и 21 правнук. Будьте такими же достойными людьми, как и ваш благородный дедушка. Желаю детям при встрече от насельчания и знакомой семьи Байрамуковых. Мадина Каракетова, Медина Джанкюзова, Михак Аракирян. Вести Карачаева-Черкесия. Ужигутинский район. Лучший универсальный специалист многофункционального центра Карачаева-Черкесии. По таким названиям в Черкесске провели конкурс, и он уже стал традиционным. Главная его цель – повышение престижа профессии работников МФЦ, их профессионального мастерства и повышение качества обслуживания заявителей. Участвовали специалисты ведомства из всех городов и районов. Конкурс проводится в три этапа. На финальном заслушают эссе участников. Региональный конкурс фактически является отборочным. Для дальнейшего участия наших лауреатов уже во Всероссийском, который пройдет в Москве. В Карачаево-Черкесской республике создана и успешно функционирует сеть многофункциональных центров, которая на сегодняшний день состоит из 13 полноценных многофункциональных центров, расположенных по одному в каждом муниципальном районе Карачаево-Черкесской республики, и два в городе Черкесске, общим количеством на 111 окон обслуживания. И 83 территориально обособленных структурных подразделения многофункциональных центров, расположенных в отдаленной сельской местности, общим количеством на 110 окон обслуживания. Создание Института многофункциональных центров признано одним из успешных социальных проектов страны, а их деятельность стала неотъемлемой частью нашей жизни. Проведением данного конкурса мы, конечно же, в первую очередь хотели бы выявить лучших из лучших сотрудников многофункциональных центров, также выявить лучшую региональную сеть МФЦ, способствовало бы в том числе и популяризации в целом деятельности данного института, поднятию престижа работников многофункциональных центров, что, несомненно, положительно будет влиять на дальнейшее развитие данного института. С начала года отделение социального фонда по Карачаево-Черкесии назначило единое пособие родителям, а это более 31 тысячи детей. В год семьи работа по поддержке родителей с детьми приобрела первоочередное значение. Единое пособие, которое с 2023 года заменило собой ряд ранее существовавших детских выплат, стало весомой помощью для нуждающихся семей. Претендовать на единое пособие могут родители, которые являются гражданами России и постоянно проживают в стране. Чтобы средства получали те, кто в них действительно нуждается, при оформлении пособия применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины отсутствия доходов. Единое пособие назначается на год. По истечении этого времени можно подать заявление на его продление. Карачаево-Черкесия присоединилась к всероссийской акции «Красная гвоздика». Мероприятие проводит Фонд «Память поколений». Собранные средства пойдут на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны. В Карачаево-Черкесии пожертвования собирают участники федеральной программы по развитию серебряного добровольчества «Молодой душой». Их можно будет встретить на центральных улицах городов, массовых мероприятиях и городских праздников по всей стране. Волонтеры одеты в фирменную одежду с символикой «Красной гвоздики» и волонтерской организации. В руках у них боксы для сбора пожертвований. Взнос можно сделать наличными или по QR-коду. Благодарность участники акции получают значок в виде «Красной гвоздики». Рядом с нами, иногда буквально по соседству, живут и работают уникальные люди – творцы и созидатели. Наш следующий репортаж как раз об одном таком человеке – жителе села Чапаевское Джошари Курджиеве. Хоть он и не является автором больших научных трудов, тем не менее сумел добиться весьма впечатляющих результатов в селекционном садоводстве. Ахмад Халхечев продолжит. Садоводческая стезя Джошара, как он сам признается, обманила его с самых юных лет. Но к любимому делу он все же пришел не сразу. После срочной воинской службы будущий последователь Мичури на некоторое время проработал в рыболовстве на Чукотке. После тоже были годы в различных сферах деятельности. Ну а в селекционное садоводство нашего героя окончательно затянуло в конце 80-х. В течение более трех десятков лет Джошар Ахматович вывел 13 разновидностей яблони, пять сортов груши, три вида черешни, а также персика два сорта и абрикоса столько же. Яблони у Куржиева имеются как летние, осенние, так и зимние. Ну а плодоносить саженцы начинают уже на третий год. Мы в Верхней Тиберде купили участок и решили посадить там яблоневый сад. Сладкий, кисло-сладкий, ранний сорт, осенний сорт, ну всякие. Здесь выбор очень богатый, очень хороший. Корневище тоже как бы есть хорошее. Мы получаем здесь хорошую консультацию, что сейчас очень редко встречается, где как посадить дерево, как за ним ухаживать и на сколько метров расстояния друг от друга. Ну в общем всю изначальную информацию мы получили здесь. Сейчас Дешар активно занимается окулировкой косточковых. Недавно успешно завершилась селекция особого вида персика. Новый сорт по праву можно назвать гордостью Куржиева. Эти саженцы начинают плодоносить при росте от 30 сантиметров и уже после первого года. Это персик, золотой юбилей, а уже урожай дает. Некоторые удивляются, как это так. У нас все возможно. И при том без всяких этих подкормок. Мы никакую подкормку не даем. Сами прививаем из своих саженцев. А подвой мы покупаем. Подвой корни покупаем. Я сейчас покажу, откуда мы делаем подвой привой на персиковый подвой. Вот они родители. Вон. Вон. Раз, два, три, четыре и там два. Пять-шесть маточников. Помимо косточковых и семечковых, у Яшара в хозяйстве хорошо развиваются также и дикорастущие лесные и ягодные культуры. Как делится сам селекционер-энтузиаст, в планах еще уйма интересных экспериментов. Ахмад Халкечев, Ахмад Чудчаев, Виктория Карпенко, Вестикорожаево-Черкесия, Прикубанский район. Праздничное мероприятие в честь завершения Ураза, Байрам и Дня села. Село Пристань стало местом старта конного пробега. С самого утра жители готовили праздничные угощения. Для детей установили воздушные батуты, карусели, раздавали попкорн. В конном пробеге мог принять участие каждый желающий на лошади любой породы и всех возрастов. Десятки жакеев после жеребьевки направили лошадей по 50-километровому маршруту по пересеченной местности. Преодореть сложный маршрут оказалось не так просто и не все участники добрались до финиша. Отметим, что спонсорами соревнований выступили жители села Пристань при поддержке района администрации. А призовой фонд составил 180 тысяч рублей. Кроме этого, всем призерам досталось по жеребенку карачаевской породы. Это мероприятие охватить двумя словами, наверное, невозможно. Тут связаны и религия, и культура, и быт, и традиции нашего народа. В первую очередь у нас на днях прошло Уроза Байрам. Как бы мы приурачиваем к завершению Уроза Байрама, этого поста. Помимо этого, в этом у нас идет мероприятие, как День села. Значит, это мероприятие, значит, как бы объединяет людей, сближает в культуре, в быту, в обычаях, в традициях. Помимо этого, значит, сегодня именно испокон веков наш народ, значит, жил и существовало за счет животноводства. Сегодня всем известная карачаевская порода лошадей. Сегодня, значит, наши ребята организовывают конный пробег длиною 50 километров. Вот. Ну, это как бы все в купе. Это огромный праздник. Это мы хотим, чтобы она была началом для всех карачаевских селений, и не только. Значит, и всех народов, которые проживают, значит, в нашей республике. Далее в нашей программе интервью со специалистом реабилитационного центра Раулем Кичевым. Он расскажет нашему корреспонденту Белле Джозаевой о предпосылках к формированию зависимости от запрещенных веществ у подростков, а также что делать, если ваши близкие столкнулись с этой проблемой. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok